В международный рейтинг три миссии университета вошли 74 вуза РФ. Президент Российского союза ректоров и ректор МГУ Виктор Садовничий представил новую версию московского международного рейтинга три миссии университета. В него попали 74 российских вуза. Фото Евгения Одинаков, РИА Новости. Фишка рейтинга критерии, в которых полностью отсутствуют так называемые репутационные опросы. Зато присутствует оценка всех трех ключевых, по мнению авторов рейтинга, миссии университета, образования, науки и взаимодействия с обществом. Многие существующие рейтинги, на наш взгляд, достаточно узкие и основаны лишь на наукометрии, цитировании и количественных соотношениях, прокомментировал Виктор Садовничий. А университет – это сердце страны и будущее общества. Мы постарались сделать данные объективными. В трех миссиях учитывается, например, размер интернета аудитории сайта вуза, количество победителей международных студенческих олимпиад, один из самых весомых критериев отношения бюджета вуза к количеству студентов. Минус. Новые требования для школьных учебников примут до конца октября. В этом году три миссии охватили более тысячи вузов со всего мира. В перечень попали 1200 и университетов из 79 стран. А в прошлом году вузов было всего 333. Кстати, в этом году впервые проводилась международная экспертиза результатов рейтинга с участием авторитетных зарубежных экспертов, каждый из которых лично получил предварительные результаты исследований. Итак, кто же лучший? В топ-20 рейтинга доминируют американские вузы, их 14. Тройка лидеров Гарвардский университет, Массачусетский технологический институт и университет Пенсильвании. Также в двадцатку лучших пробились вузы Великобритании, Японии и Китая. Лидеры российского образования представлены в топ-100 МГУ им. Ламаны Сова – 22 места, СПБГУ – 41 места, и МФТИ – 51 места. А если конкретнее? Возьмем вузы по каждой из миссий. Качество образования наиболее сильная сторона российских вузов. Поэтому по группе критериев образования сразу шесть отечественных учебных заведений вошли в топ-100 МГУ, СПБГУ, МФТИ, МИФИ, ВШИ и Новосибирский госуниверситет. В чем еще выигрывают российские вузы? По словам Виктора Садовничева, сильные стороны нашего высшего образования – успехи молодежи в международных студенческих соревнованиях, кадровый потенциал вузов и то, как вузы проявляют себя на различных платформах по онлайн-образованию. А вот с научной миссией российские вузы справляются не так успешно. В первой сотне, увы, нет ни одного университета из России. Во второй сотне по критерию наука МГУ и МФТИ, они занимают 108 и 154 места соответственно. Минус. Сразу 13 вузов РФ вошли в список лучших по трудоустройству выпускников. У нас провал в финансах, бюджет вузов в других странах больше, мы далеко не в первых рядах по уровню цитирования в авторитетных научных базах данных и просто проигрываем вузами с других стран по критерию интернет-коммуникации, заключил Садовничий. Также далеко не все сайты вузов переведены на основные языки мира, английский не в счет. Это отсекает от них большую часть зарубежной интернет-аудитории. Мы, ректоры, это понимаем и стараемся исправить ситуацию. Рейтинг 2019 года показал, больше всего лидеров высшего образования расположено в странах Европы 414 университетов или почти 35% от всех вузов в списке. Второе месторождение топовых вузов Азии – 29% рейтинга. Северная Америка лишь третья. На долю России приходится 6% лучших университетов мира, и это больше, чем, например, в целом по Латинской Америке, Австралии и Океании. Что же касается конкретных стран, то пятерка лидеров выглядит так, США – 212 университетов, Китай – 111, Великобритания – 94, Россия – 74, Япония – 65. Комментарии. Ярослав Кузьминов, ректор высшей школы экономики. Рейтинги университетов, в первую очередь, интересны абитуриентам и их родителям. Учитывая, что с каждым годом все большее количество людей идет учиться, значение рейтингов возрастает. За последние 15 лет в мире стало вдвое больше студентов, и, по прогнозам, к 2030 году их количество вырастет, как минимум, еще в два раза. Минус. Зачем нужен обязательный ЕГЭ по иностранному языку? Михаил Стриханов, ректор МИФИ. Идея Московского международного рейтинга заключается в том, что университеты должны гармонично развиваться, не забывая ни про одну из трех миссий образования, науку и служение обществу. Результаты свидетельствуют, МИФИ и ряд других отечественных университетов успешно справляются с этой задачей. Мы улучшили в 2019 году свои позиции в трех миссиях, заняв 147 места в мире, и сохранили пятое место среди российских университетов, несмотря на рост неконкуренции. Кстати, Виктор Садовничий предложил использовать рейтинг три миссии университета при оценке деятельности вузов. Мы готовы предложить Министерству науки и высшего образования учитывать данные нашего рейтинга при формировании контрольных цифр приема, оценке качества работы ректора и университета за год, а также как один из показателей при процедуре аккредитации, сказал ректор МГУ. Полностью рейтинг смотрите на сайте. Инфографика РГ, Александр Чистов, Мария Наберкина. Но между тем 13 российских вузов стали лучшими по трудоустройству выпускников. Таковы данные нового рейтинга британского агентства QS. Всего в списке 500 ведущих университетов мира. Пятерка российских вузов, чьи дипломы ценятся работодателями в первую очередь, выглядит так, МГУ им. Ламана Сова, СПБГУ, МГИМО, МГТУ им. Баумана и Высшая школа экономики. Эти образовательные гиганты заняли места в топ-250. Кстати, по данным составителей рейтинга, МГИМО на первом месте по занятости выпускников критерию, который измеряет количество тех, кто работает в течение первого года по окончании университета. Остальные российские вузы МФТИ, МИСИС, Томский политех, МИФИ, Новосибирский технический госуниверситет, Новосибирский госуниверситет, РУДАЭН и РЭУИМ. Плеханово разместились на местах от 300 до 500. 13 российских вузов стали лучшими по трудоустройству выпускников. Отметим, что ведущие позиции в рейтинге, как и год назад, сохранили американские вузы. На первом месте в мире Массачусетский технологический институт, за ним Стэнфордский университет и Калифорнийский университет Лос-Анджелеса. При составлении рейтинга важны пять критериев – репутация среди работодателей, успешность выпускников, партнерство с работодателями, взаимодействие работодателей со студентами, а также непосредственное трудоустройство выпускников, общество образования, наука и образование МГУИМ. Ламана Саван.